Видео канала Квадкоптер 101, перевел и озвучил для вас РСИФАН. Доброе утро, и сегодня у меня на обзоре новый квадрокоптер. Это MGX Bugs 6. Многие говорят, что он подозрительно похож на Bugs 8. Ну вообще-то они отличаются крышками. У 6-го она ребристая, а у 8-го гладкая и красная. Конечно, их можно поменять местами с одного на другой и совсем запутаться. Но основные различия в том, что этот Bugs 6 за 75 долларов, самый дешевый комплект из возможных. И поставляется он ни с чем, только с пультом и батареей. Просто гоночный квадрокоптер с мощными бесколлекторными моторами. У него нет FPV-камеры, как у Bugs 8. Нет экрана, нет шлема. Только коптер. Вот тут стоп. Многие спрашивают, чем отличаются Bugs 6 и 8. На самом деле, Bugs 8 это максимальная, можно сказать, делюкс версия Bugs 6. Конструкция, моторы, батареи, пульт, полетный контроллер – все одинаковое. Но Bugs 6 можно приобрести в четырех вариантах. Первый – только дрон, пульт, зарядная и батарею. Второй – все тоже с камерой. Третий – с камерой и экраном. И, наконец, с камерой, экраном и шлемом. А комплектация Bugs 8 – коптер, пульт, камера, экран, шлем, зарядная и батарея. Возможно, даже две. Некоторым с двумя присылали. Когда появится в продаже, узнаем точно. Его обзор уже был на канале, смотрите по подсказке. И все-таки будет отличие небольшое 8 от 6. Поэтому не будем тратить время на самую простую комплектацию. И перейдем к другому ролику, где на обзоре у нас будет Bugs 6 в максимальной комплектации. Со стороны он будет летать как и пустая. Хотя, посмотрите до конца. Итак, это MGX Bugs 6, полная FPV-версия. Эта версия поставляется с FPV-камерой, со шлемом и монитором, который вставляется в шлем. Быстренько глянем на него. Поставляется с камерой 58-30, передатчик у нее на 500 милливатт и 8 каналов. Ранее на обзоре был Bugs 8 с камерой 58-30. Но, есть отличие от Bugs 8. Вот он Bugs 8. Другое Каноби. И еще одно отличие от Bugs 6, вам надо самостоятельно установить камеру в квадрокоптер. В Bugs 8 она уже установлена. Но это не сложно, народ. Надо открутить вот эти 4 шурупа, убрать Каноби, ставить камеру, прикрутить ее на 3 шурупа и подключить кабель в разъем. Собрать вверх в обратном порядке, ну и прицепить антенну вот сюда. Максимум 10 минут. Если нет отвертки, конечно будет сложновато. Вот и все отличия от Bugs 8. Просто надо установить камеру. А в остальном все такое же. Тот же экран, который можно прикрепить к пульту. Тот же шлем. Сейчас возьму его. Я буду летать в нем сегодня, и вы увидите, что можно управлять в нем без проблем. Пульт такой же, как у Bugs 8. Вот он. Такой пульт у всех моделей Bugs. Быстро по кнопочкам. Это расходы. Красная для запуска и остановки моторов. Быстрое нажатие для запуска, а удерживая ее остановим моторы. Флипы делаем этой кнопкой, указывая стиком направление флипа. А этой управляем камерой. Долгое нажатие видеозапись, а быстрое делает фотку. Это газ, курс, а справа наклоны. И триммеры стиков. Ах да, пульт с телеметрией. Сообщит, что комптер слишком далеко, и что батарея разряжается. Будет просто пикать. Если один раз пикает, то он далековато. А постоянно пищит, то заряд иссяк, и пора и приземляться. Пошли летать. Итак, это первый полет, и надо познакомить пульт с коптером. Для этого надо включить коптер, зажать красную кнопку и включить пульт. И теперь они связаны. Огоньки не моргают. Смотрю в шлем, и вижу хороший сигнал. Этот шлем идет в комплекте, а экран вставлен внутрь. Вот он, этот экран. Просто вставляем внутрь. Надеваю шлем, посмотрим его в полете. А, да, я хочу летать на максимальных расходах. Надеюсь, это они. А, я забыл запустить моторы. Жму на красную. Запустились, и взлетаем. Похоже, минимальные расходы. Вот теперь максимальные. Очень даже можно летать в этом шлеме. Я бряхнулся. Вылетел из зоны передачи. Вышли как пикало? Думаю, вот что произошло. Я долетел до теннисной площадки. Все было хорошо, но деревья перекрыли прямую видимость. Мни деревья рассеивают и блокируют сигнал. В смысле, вода в листьях блокирует. Будьте аккуратнее при полетах. А я постараюсь это не забыть. Снова запускаю моторы. Я забыл в прошлый раз запустить видеозапись. Теперь записываю. Взлетаю. Полезной информации в полете не будет, поэтому смотрим и слушаем музыку. Поддержите лайком или лучше подпиской на канал. Чем вас больше, тем чаще выходят ролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Не акродрон. Это квад для желающих начать летать по FPV. У него есть только Angle режим. Как у Bugs 8. Нет ни Horizon, ни Acro режимов. Только полная стабилизация. Думаю этого вполне достаточно для начинающего. Многие на гоночных дронах летают только в этом режиме, получая удовольствие от простоты управления. Он долго летает. Заряда намного хватает. Обычные гоночные дроны летают не дольше 4-5 минут. А этот летает действительно долго. Достаточно времени для тренировок. Так, думаю пора приземлиться и полетать визуально, не по FPV. Приземляюсь. Надо заглушить. Это вроде... Так, вниз. И кнопку. Забавно. Если газ хоть чуть ток поднят, то невозможно заглушить двигатели. Зато не выключите их случайно в небе. Осталось полетать, как обычно, со стороны. Взлетаем. Давайте сразу на максимальных расходах. Минимальные. И это максимальные. Да, намного маневреннее. Когда летишь по FPV не очень чувствуешь разницу. Флип направо. Чувствуется, что камера добавила веса. Без камеры я летал на таком же предыдущем ролике. Он лучше делал флипы. Он потяжелел из-за нее. О, сигнал о батарее. Надо скорее приземляться. Я сделаю это сейчас, потому что хочу сохранить видео. Топ видео. На самом деле это не помогло. Снова вверх. Он еще может полетать, даже на раздвижающейся батарее. Посмотрим, насколько хватит. Вот знаете, даже не думайте, сколько можно еще полетать. Услышали сигнал? Приземляйтесь. Иначе можно повредить батарею. И мне тоже надо это сделать. Отлично. Он все еще пищит. Для включения моторов долго жмем на красную. Отключаем батарею от квадрокоптера. И выключаем пульт. Итак, это был полет на MGX Bugs 6 в полном FPV комплекте. Отлично летает. В пульте используйте только алкалайновые батарейки. Никаких аккумуляторов, иначе дальность будет маленькая. С установленной камерой он менее проворный, чем пустая версия. Камера также тратит заряд батареи. Хоть и 500 мВт, но конечно не так много, как моторы. Надеюсь вам понравился MGX Bugs 6 в полный FPV комплекте. Это был квадрокоптер 101. Перевел и озвучил RC Fun. Мягкой посадки. Увидимся.